Друзья, еще раз приветствую вас. Кто смотрел мое первое видео, знает, что я пообещала вам экскурсию в докторском доме и в японском садике. Но, к сожалению, я совсем забыла, что сегодня пятница. По выходным этот садик закрыт из-за private event. Ну, мероприятия здесь какие-то личного характера, свадьбы, например, или что, поэтому они закрывают. Ну, давайте мы сейчас быстренько пройдемся, я вам покажу, как и что, и вернемся сюда в ближайшее будущее, и я обязательно покажу и расскажу больше. В сам музей нам не удастся зайти с камерой, но его можно будет, я оставлю ссылку, где можно будет посмотреть. Это называется Докторс Хаус Музеем. Почему именно Докторс Хаус? Потому что с 1890 года так получилось, что в этом доме жили три доктора. Ну, один сменяя другого. Вот, и это довольно историческое место. Внутри там очень интересно. И я была как-то давно, думаю, что схожу еще, потому что, может быть, не все посмотрела до пандемии. Я даже не знаю, если он еще открыт сейчас, то есть вернули ли к жизни музеям. Вот, как раз и вся информация. И это здание хотели снести, но благодаря волонтирам, добровольцам, его оставили и теперь оставили как музей. Вот, кому интересно, может выйти на сайт и почитать. Вот там вот эта газиба. Отличное место для свадеб, для церемоний. Жалко, конечно, я почему-то совсем, я совсем забыла, что сегодня пятница, но бывает. У меня когда был маленький сын, мы жили здесь недалеко совсем, мы пешком приходили. И сразу после школы, просто в прогулку, и так пешком с ним шли. И поэтому эти места, ну, памятные лично для меня и вообще для него. И вообще здесь очень красиво и умиротворенно. Я говорю, что хорошо день начать с медитации. Особенно такой день, когда и солнца нет. Но вот в этом, смотрите, какая красота. Вот это что, это розы? Нет, какие-то цветочки, я даже не знаю, что это. Вот территория, и там маленький фонтан есть. У меня где-то есть в шортсах. Ну, что ты смотришь? Давай, беги уже. Ну. Давай, давай, давай. О, как хорошо взяла и перебралась. И она уже в парке. Для нее двери везде открытые. Вот, это японский сад. Очень похож на японский садик в Сан-Франциско, только здесь не подают чай. Мы жили несколько лет в Сан-Франциско, прямо недалеко от Golden Gate Park. И там можно было посидеть и выпить чай. Вот видите, понедельник, четверг, с десяти до трех. Окей, мы придем обязательно еще раз, я обещаю. Вот это здание библиотеки, и здесь есть свой артистический центр. Можно зайти внутрь и посмотреть, но там нельзя снимать. Очень интересный монумент. Help Safe or Tree. Американский зеленый крест. Это мать, the forest is the mother of the rivers. Но это уже из индейской идеологии. Вот видите, Miss American Green Cross. В 1928 году началось движение по preservation, по сохранению природы. И это очень радует, потому что благодаря этому вот мы сейчас имеем вот эту всю красоту. Очень символично. Еще раз. Вот это территория библиотеки. Возможно, вы видели в моих видео, я делаю здесь очень много shorts and self-video. Потому что это очень... Здесь мало народу, особенно рано утром, и очень хорошо получаются и снимки, и видео. Вот отсюда бесподобный вид на эти пальмы. Если вы будете в Лос-Анджелесе, обязательно посетите Brand Library Park. Он находится в Глинделе. Я оставлю ссылку, и вы посмотрите больше. Вот тут впереди еще небольшой парк. И я очень хорошо помню, как во время пандемии, 20-й год, лето, и все здесь было закрыто. И вот оставались... Можно было пользоваться дорожками. Все детские аттракционы были закрыты. И вот эта вот дорожка была открыта. Я помню, как люди... Я не знаю, как где, ребят, но в Калифорнии было очень строго. Было закрыто почти все. И мы приезжали сюда каждый день. И наворачивали круги вот здесь, на этой дорожке. Вот это идет вот так вот вокруг. Довольно неплохая дистанция. Ну, и не только мы одни, чтобы как-то... Ну, чтобы как-то сохранить здоровье и психическое, и физиологическое. И каждый божий день я ходила примерно два часа кругами музыку в уши и пошла. И это как-то вот помогло. Потом вроде придешь домой. Вроде как-то уже полдня прошло. Самая большая проблема была, куда себя одевать. То есть, ну, обычно на работу выезжаешь в это время утром, а тут идти некуда. И вот мы приезжали сюда. Пользоваться столами было нельзя. Поэтому, если привозили с собой какой-то завтрак, мы ели в машине и шли, и шли, и шли. Буквально ходили иногда вечером, чтобы измотать себя настолько, чтобы прийти лечь спать от всего этого кошмара. Такие друзья, такие дела, друзья. Я думаю, что у каждого, знаешь, есть какая-то история, которая помогла пережить это жуткое время. Здесь очень ухаживают за деревьями. Утром парк открыт с 7 часов утра. И вот буквально с 5 утра, если приехать раньше, здесь подстригают, собирают листья и ухаживают. Это очень приятно, молодцы. Друзья, мне осталось пожелать только вам всего самого доброго. Еще раз спасибо, что смотрите мое видео, что ставите лайки. Будьте здоровы и до скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.